Всем привет, это обзор Grasshopper 2. Сегодня 2 апреля, 1 апреля, вышла альфа-версия в доступ. Grasshopper 2 альфа от Дэвида Раттона. В комментариях даже начали писать, не первая апрельская ли это шутка. Но оказалось, что это не первая апрельская шутка. Вот Grasshopper 2 альфа. Моменты, которые вам нужно знать обязательно. Grasshopper 2 не разработан полностью, то есть это не финальная версия. В Grasshopper 2 вы не можете открыть файлы с расширением GH, GHX, то есть те файлы, которые вы делали в Grasshopper 1. Grasshopper 2 не поддерживает плагины Grasshopper 1. И последний пункт Grasshopper 1 is not dead. Нужно сразу также понимать, что большое количество функций еще не готовы. И вероятнее всего это займет около года для того, чтобы добавить определенные типы, компоненты и определенные особенности. В Grasshopper 2 у нас появился новый формат с расширением GHZ, который использует Grasshopper 2. В общем здесь написано, что есть возможность обмена данными между Grasshopper 1 и Grasshopper 2 при помощи Data Input и Data Output. Но в общем на самом деле это большая проблема, поэтому это еще будет разрабатываться. Grasshopper 1 будет продолжать дальше разрабатываться. Он не забрасывается. Он также является стандартным плагином в Райна. Восьмая версия Райна выйдет вероятнее всего раньше, чем в Grasshopper 2. Grasshopper 2 доступен для публичного тестирования. Вам нужно установить Райна 8 WIP для того, чтобы использовать Grasshopper 2. Устанавливается он через Package Manager или через Dispatcher пакетов, которые я сейчас вам покажу. Вот это Райна с RS WIP. Как мы устанавливаем? Ну у меня здесь стоит русская версия, в общем английскую ставить не буду. Заходим в Dispatcher пакетов либо Tools Package Manager. Давайте покажу как в Райна 7 это выглядит. Tools Package Manager. Вот, значит Dispatcher пакетов. Вот здесь обязательно поставьте галочку включить предрелизы. На английском языке include pre-releases. Давайте, как это делается. Ну просто Grasshopper 2, да? Вот, все. Версия вот такая вышла. В общем мы ее устанавливаем. Я установил. Для того, чтобы запустить Grasshopper 2, нужно вписать вот такую команду. Нижнее подчеркивание и G2. Давайте посмотрим на внешний вид. В общем внешний вид очень похож. Давайте вот сейчас сразу сравнивать будем в Райна 7, Grasshopper 1. Понятное дело графика отличается. У меня здесь куча плагинов. Ну вот здесь заканчивается стандартный последний дисплей. Значит у нас, я напомню, Params, Matemática, Sets, Vector, Кривые, Поверхности, Mesh, Пересечение, Intersection, Transform и Display. Здесь у нас немножко отличается структура. В принципе точно то же самое. Начинается с Params, заканчивается дисплеем. Но здесь немножко структура подразделов изменена. Значит давайте посмотрим. Params это наш стандартный раздел, да? По работе с базовыми параметрами. Входными параметрами и так далее. Привязка данных. Вообще базовый тип данных. Математика. Здесь интересное кое-что сейчас будем смотреть. Data это аналог вот этого вот раздела, который называется Sets. Sets это множество. Здесь работа с деревьями данных, со списками и с текстами. Grasshopper 2 у нас немножко по-другому. Вот например лист, который у нас находится первым, он у нас находится третьим. Три у нас находится вообще вторым. Интересно, надо посмотреть вот эти вот ноды отдельные. Есть некий подраздел мета. Очень интересно посмотреть, что это такое. Есть inspect. Есть фильтр. Да, вот видите некоторые ноды, типа сифт, комбайн. Они находились в седьмом рино вот здесь, в листе, да? Вот комбайн и сифт паттерн. А сейчас они находятся в фильтре. Но здесь я так понимаю различные паттерны. Паттерны исключить по индексу, исключить элементы по паттерну, по булевому паттерну. Ордер. Это у нас в принципе порядок. Сорт. Сорт by number. Сорт by text. Сортing key. Интересно, что 4 нода появились по сортировке. По сортировке у нас в Grasshopper 1. У нас есть по сути только сорт лист. Вот сорт 3, который здесь есть. Это его нет в стандартной сборке. Поэтому не обращайте внимания. Текст это то, что находилось у нас также в Sets. Поменялось кое-что. Текст из аналитика. Create. Создание текста. Операторы какие-то. Ну да, типа lowercase, uppercase. Верхний регистр. То есть нижний регистр, верхний регистр. Я думаю, что здесь еще куча всего появится, потому что по тексту очень мало всего. Посмотрите, сколько здесь у нас по тексту есть. В принципе, все необходимые инструменты. В седьмом рино в RSO 1 есть. Дальше у нас идет вектор. Забавно, что по векторам много нодов. Lines. Polygons. Классно. Обалденно. Konigs. Freeform. Фрагмент. Аналитика. Интересно, что вот сейчас дальше здесь будет смотреть. Аналитика, она вынесена вообще назад. То есть в конец. Здесь всегда аналитика идет в начале. Видите, в кривых у нас аналитика в начале идет. В серфейсах аналитика в начале. В Mesh также. Там, где идет создание стандартных объектов, риновских, да. То, чем мы с вами моделируем. Кроме точек, конечно. Везде аналитика идет в начале. Здесь у нас аналитика идет в конце. Вектор. Нет аналитики. Surface. Аналитика в конце. Mesh. Вообще аналитика, кстати, находится не в конце. Ну, понятно, что это сейчас все будет меняться, скорее всего. Transform. Rigid. Интересно. И Display. Вот, кстати, по Display очень много я видел всяких превьюшек от Дэвида Раттона на его YouTube-канале. Очень много есть превьюшек, как он разрабатывает и демонстрирует работу компонентов Grasshopper 2 по визуализации. Ну, в общем, вот так выглядит вид Grasshopper. Давайте попробуем какую-то базовую штуку создать. Сейчас будем заодно смотреть. Мне, кстати, сказали, что проблемки с панелью есть. Вот у нас есть в Rina 7 такой стандартный input параметр, водный панель. Очень удобный инструмент, потому что вы можете, во-первых, при помощи панели сочетать. То есть смотреть, что хранится в ноде, какова его структура. Также вы можете записывать в нод что-то. Вот, например, панельку, если мы создадим, то можно что-то в нее писать. Что угодно. Очень удобный такой инструмент. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Input. Есть слайдер. Display Options for Valuable. Щелкнем правой кнопкой мыши по слайдеру. Да, можно его переименовать. Кстати, переключение на клавиатуре. Этот баг кажется исправлен. То есть, точнее, не баг, а особенность. Очень неудобная такая штука была. Вот number slider. Он выглядит здесь так, в старой версии. Так сказать, в Grasshopper 1, Grasshopper 2. Он выглядит вот так. Когда вы пытаетесь переименовать, если... Вот я нажимаю правую кнопку мыши по ноду. И хочу... Видите, у меня русский стоит. Да я хочу английскую клавиатуру. У меня слетает. Видите, это очень неудобно. Потому что есть ноды, когда ты нажимаешь, и приходится какое-то время ждать. Ну, условно. Даже, может быть, 20 секунд приходится ждать. И представьте себе, что вам нужно поменять язык. И, в общем, очень неудобно, да? А в Grasshopper 2 это дело исправлено. Так, давайте посмотрим. Вот. Видите? Меняю раскладку клавиатуре. И вообще супер. Наконец-то. Уже это у меня вызывает радость. Так, давайте посмотрим еще, что у нас. Ноб какой-то, да? Есть вот такой способ. Bar. Прикольно. Вот такое отображение классное. Так. Есть изменение чисел. Вот это целое число. Integer. Это число у нас. Вот с таким вот шагом. С таким шагом. Так. Так. Здесь у нас диапазон. Диапазон указан, допустим, от 0 до 2. Следующая базовая операция, которую мы обычно часто выполняем в Grasshopper, это привязка объектов из Рина в Grasshopper. Очень интересно посмотреть, как это происходит. Давайте я сейчас много примеров не буду показывать. Просто посмотрим, как работает эта операция на примере нода Curve. Вот я достал нода Curve. Давайте какую-нибудь базовую кривую я создам. Вот такую, например. Методом Interpolate. Кстати, здесь графика в Rino 8 тоже отличается от 7. И что я делаю? Я выделяю объект в окне Рина и нажимаю два раза левой кнопкой мыши на ноде. Обратите внимание, что образовался какой-то некий габаритный бокс, и теперь объект привязался. То есть он не пустой. Как я уже говорил, здесь в Grasshopper 2 очень много поменялось в плане визуализации. Давайте правой кнопкой мыши теперь щелкнем. Смотрите. Visible Hide, как работает Disable Enabled. Как видите, здесь можно задавать разные цвета кривым. Это очень круто на самом деле. То, чего на самом деле в Grasshopper 1 не хватало. Также можно щелкнуть вот сюда, на эту кнопочку Custom Override. И воспользоваться абсолютно крутыми возможностями найти тот цвет, который вам нужен. Вы можете вот такой цвет искать на глобусе. Такая вот цветовая модель очень крутая, интересная. Здесь есть несколько настроек запекания. Bake Quick, Bake Custom и Bake Default. Сейчас не буду разбираться и рассказывать, в чем смысл. Renumber, Simplify. Это вот привычные наши операции с деревьями данных. Simplify. Смотрите, значки отличаются. Видите? Remove Invalid. Сразу можно удалить Remove Empties. Да, не прибегая к ноду, для того, чтобы избавиться от Empty, от пустых элементов нам приходилось использовать Clean 3. Видите? Remove Empty, Remove Invalid, Remove Nulls. А здесь, судя по всему, сразу на ноде можно это делать. То есть, Remove Empties, Remove Invalids и Remove Nulls. Вот. Не прибегая к лишним нодам. И теперь давайте посмотрим, что у нас по воду данных. Вводили мы панелькой. Читали мы тоже панелькой в Grasshopper 1. Здесь все поменялось, как написал Дэвид Раттон. Во-первых, мы видим, что у нас есть Text Input. Это, по сути, есть аналог панельки, вводный. А в Util есть сама Panel. Панелька у нас теперь исключительно для того, чтобы считывать данные. Связи здесь работают также аналогично, поэтому на связях я здесь останавливаться не буду. То есть, все так же. Так же мы подсоединяем. Зажимая Ctrl и левую кнопку мыши, мы отключаем. Зажимаем Shift для того, чтобы подключиться двумя нодами в один разъем. Вот, кстати, если два нода подключаются, то мы видим, что у нас панелька разделяется на две части. Так, я сейчас отключу. Напомню, что Text Input это вот этот нод. Еще плюс Value для того, чтобы вводить. Сейчас на данный момент, кстати, я не сказал, нету хелпа как такового. Поэтому в качестве хелпа есть такая вот подсказка. Вы можете прочитать. Нажимаете просто один раз левую кнопку мыши, на этой подсказке она исчезает. Double click to edit. И здесь можно быстренько вводить что-то. Здесь есть специальные элементы, за счет которых можно тянуть. Просто зажимая левую кнопку мыши, и вот все это так растягивается. Здесь мы пишем, нажимая вот на кружочек, да, вот эта темная часть. Просто нажимаем и пишем. Если мы нажимаем Enter, то он сразу нам все разносит автоматически на свою строку. То есть вот это Multiline, мультилиния. Так сказать, каждый элемент строки, текста точнее находится на своей строке, он сразу автоматически это делает. Давайте посмотрим. Вот панелька у нас отображает. Так, давайте еще посмотрим быстренько какие-то часто используемые инструменты. Типа, например, Color Swatch, при помощи которого мы задаем цвета. В Grasshopper 1 у нас Color Swatch находится в Input. В принципе, так же. Вот мы нажимали правой кнопкой мыши, и у нас была одна цветовая модель. Причем вот мы могли вот ее вот так менять, да, то есть цвета либо здесь. Какие-то параметры могли менять. Здесь же, конечно, в Grasshopper 2 у нас гораздо больше возможностей появилось. Больше цветовых моделей. Я, в принципе, уже показал, какие цветовые модели есть. Мы нажимаем на вот эту штучку, на точку, да, и выбираем разные цветовые модели. Очень крутые цветовые модели есть. Здесь более как-то так удобнее сделано. Просто я могу двигать сразу за область, менять цвета. Не нужно здесь вот на эту вот кнопочку маленькую, да, нажимать ее здесь в принципе и нет. В общем, можно очень круто настраивать цвета. Давайте выберем какой-нибудь цвет. Accept and Close. Посмотрим в панельке. Вот он показывает, что это за цвет RGB. Кстати, еще кое-что я не сказал. Дэвид Раттин об этом уже говорил. Но, в общем-то, это на самом деле видно, что иконки здесь векторные. Что значит векторные? Сколько не прибавляй. Нет конца и края. То есть качество этих иконок, качество этой графики не уменьшается. Давайте вообще сделаем базовые операции, допустим, сложения или вычитания. Я сейчас возьму при помощи инпута number slider. Возьму два number slider. Кстати, копирование не работает, так же как в гороскопе 1. Здесь как я мог копировать и вообще как я этим пользуюсь. Во время того, как я перетаскиваю нот, я нажимаю просто клавишу Alt на клавиатуре. Ctrl-C, Ctrl-V тоже работает. А здесь работает пока что только Ctrl-C, Ctrl-V. Вот два числа. Давайте попробуем их сложить. Идем в математику. Берем, допустим, addition. Складываем. A, B. Видим, что сложение произошло. Вызовем panel. Поиск, кстати, тоже работает, как вы видите. Мы увидим, что получили 1.0. Давайте попробуем умножение. Так, так. Все работает. Кстати, я тестировал до этого на панельке. На вот такой вводе. Вводе при помощи, давайте, допустим, value или text input. Так, 1. Копируем. Подождите. Что-то не то скопировалось. Вот так, например. Давайте попробуем сложить. Так, переподключаем. Ага, работает. Но посмотрите. Да, здесь уже работает несколько по-другому. То есть 1.1, так как это текст, то, соответственно, то есть 1 плюс 1 равно 11. На самом деле это нормальная логика. Я думаю, что здесь нужно преобразовывать типы данных так же, как мы это делали. В crosshopper 1. Давайте попробуем. Вот так. Да, видите? То есть здесь строго нужно, видимо, судя по всему, возможно, пока что строго нужно назначать типы данных, то есть при помощи панельки. Я почему это говорю? Потому что, смотрите, если мы хотим сделать то же самое сложение, мы можем при помощи панели задать какие-то числа. 1 и 1. Это работает здесь сразу. А в crosshopper 2 не работает. Ну, в общем, нормально. Ничего страшного. Умножение, естественно, здесь не сработает. Если в чистом виде мы это сделаем. Вот. Видите? Не работает, потому что число, то есть текст на текст нельзя умножить. И вот мы можем увидеть в ошибке. Ну, просто без особого уточнения. В чем проблема? Также вот по поводу математики хотел сказать. В принципе, давайте я буду заканчивать обзор. Я думаю, что вам следует самим установить и посмотреть все это дело. Я, конечно, дальше буду смотреть и пробовать, и тестировать. И что-то интересное буду выкладывать. Ну, вот первый обзор я считаю своим долгом выложить как можно быстрее, потому что вам интересно, вам хочется об этом поскорее узнать. И я считаю своим долгом быстренько снять первый обзор, чтобы вы увидели, что с этим можно делать. Какие мои выводы по поводу у crosshopper 2 альфа? Это альфа-версия, то есть это такая ранняя версия для тестирования. У меня, кстати, здесь были кое-какие несостыковки, то есть не все вот здесь ноды, они корректно работают. Возможно, я что-то не то делал, но в crosshopper 1 это все работало нормально. Сейчас не буду вдаваться в подробности. В общем, этот инструмент по большому счету еще пока не рабочий. Хотя, может быть, что-то можно делать. Я, конечно, буду пробовать, не буду голословно говорить, что это прям нельзя здесь сейчас работать. Но я считаю, что пока что нужно работать в crosshopper 1. Это проверенный полностью рабочий инструмент. Здесь же может быть много багов, как и предупреждал Дэвид Ратов. Поэтому для пробы, для ознакомления в принципе достаточно. Я думаю, что crosshopper 2 будет по функционалу круче, чем crosshopper 1. Во всяком случае, я на это надеюсь. А иначе зачем это все было затевать? Спасибо за то, что посмотрели этот ролик. До скорых встреч.